Трудности при регистрации собственности на нежилые помещения, возведенные до 1995 года. У нас в гостях генеральный директор Московского правового центра Евгений Соин. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж, Евгений Юрьевич, начнем с того, что, собственно, какие трудности возникают при регистрации собственности на нежилые помещения, построенные до 1995 года. Не так давно к нам обратился ветеран Великой Отечественной войны с просьбой помочь в регистрации гаража, построенный в 1975 году, который он построил на собственные деньги на участке, который выделило ему еще на тот момент Министерство обороны СССР. Он пришел к нам, рассказал всю историю и попросил помочь написать иск и разобраться в данном деле, как бы побыстрее это все право собственности узаконить. Первое, с кеми трудностями обычно сталкиваются граждане при регистрации прав собственной недвижимости, которое было построено до 1995 года, это применение вообще самого норм права, потому что до определенного времени у нас применялось право как 222 статья «Незаконное строительство». На сегодняшний же момент данные статьи не действуют. Так вот, первое, с чем обычно сталкиваются граждане, это все-таки регистрация самой земли, на которой стоит данное нежилое помещение. То есть для того, чтобы зарегистрировать землю в собственность, получить ее в собственность, для этого необходимо сначала получить право собственности на ту недвижимость, которая находится на данном участке. Поэтому зачастую люди идут сначала в управление земельных ресурсов, просят узаконить им непосредственно саму землю, а потом уже пытаются оформить недвижимость, расположенную там. Это неправильный подход. Правильно нужно сначала подать документы на признание данного объекта в право собственности, а уже после подавать на регистрацию право собственности на землю. Это вот первое. Второе. Чаще всего получается так, что те документы, которые имеются, должны иметься у граждан для предъявления право собственности на данный гараж, отсутствуют по тем или иным причинам. На момент, к примеру, у нашего ветерана, у него постройка была 1975 года. Соответственно, до этого момента у нас не было вообще такое понятие, как право собственности, соответственно, никаких таких разрешений быть не должно, только в выделении, к примеру, земельного участка, который у него было. Соответственно, у других, может быть, вообще и этих документов нет, подтверждающих то, что там, по-моему, строили, там, засвощат, либо за чужой счет, либо на покупку там инвентаря, либо других каких-то материалов для возведения данного объекта. У них может быть и не быть. Соответственно, для этого необходимо будет им обратиться в суд. Для этого они используют обычно две статьи Гражданского кодекса. Это как раз 222 статья, как самовольное строительство, и 234 статья, это приобретательская давность. Из-за отсутствия судебной практики в Крыму бывает так, что не только ветеранам, но и другим гражданам, которые обращаются в суд по данным статьям, им бывает отказывают. Что тоже не совсем правильно. Тут нужно разбираться, на самом деле, все-таки индивидуально. Так как, если мы говорим о данном здании, был построен в 1975 году, то к нему не применимы нормы, которые установлены при регистрации, которые идут от 1998 года, а применимы нормы от 1940 года. Это о мерах борьбы с самовольным строительством в городах и рабочих курортных поселках. В статье 3 данного закона исполнительные комитеты городских поселковых советов депутатов, трудящихся обязаны рассмотреть заявления государственных учреждений и предприятий, кооперативных и общественных организаций и отдельных граждан, индивидуальных застройщиков об отводе земельных участков для строительства не позднее 20-дневного срока со дня его запроса с получением. То есть, как опять же наш ветеран Великой Отечественной войны, он обратился в данную часть при Министерстве обороны запросом на строительство данного гаража. Он его получил, и данная бумажка у него как бы имеется, то есть разрешение есть. Но, соответственно, оно не может использоваться на сегодняшний момент. Так как быть в этом случае? Многие идут сразу, обращаются в суд, не обращаясь при этом в Росреестр за получением отказа. Поэтому, для того, чтобы ускорить процесс получения прав собственности на данное недвижимое имущество, необходимо для начала обратиться в Росреестр для попытки легализовать право, просто написать заявление о регистрации прав собственности. 99% ему откажут, потому что, особенно в Севастополе, такого прецедента еще просто не было. Соответственно, при получении данного отказа мы идем в суд, и можно просто обжаловать данный отказ. И данный отказ будет обжалован. Потому что есть постановления ФАС 2011 года, в которых четко сказано то, что подобная судебная практика не может быть менее эффективной, чем при рассмотрении дел, связанных либо с строительством незаконным, либо как по 234 потребительской давности. То есть, они приходят, обжалуют и сразу получают документы. С этими документами после перерегистрации они могут уже спокойно пойти оформлять землю. Но существует еще такая проблема при регистрации, как, к примеру, граждане узнают то, что их участник, на который справился, там их гараж, либо какое-либо другое строение, на сегодняшний момент хотят зарегистрировать третьи лица. И как быть в этом случае. Поэтому, чтобы не терять времени даром, сразу рекомендуем обращаться исключительно по регистрации прав собственности на той недвижимость, в которой она находится. И сразу его обжаловать. И в этом случае вы сэкономите, ну, как минимум, до полугода. Тем самым можете сразу зарегистрировать землю. Ну, то есть, здесь есть разные случаи, все индивидуально. Конечно. То есть, невозможно прийти к каким-то там вопросам. Например, у кого-то там от 91-го года есть недвижимость, у кого-то там, к примеру, есть от 81-го. Опять же, если мы посмотрим внимательно законодательством, то здания, построенные за собственные средства, не подлежат приемке и ввода в эксплуатацию. Постановление Совета министров СССР с 23 января 1981 года. Номер 105. То есть, соответственно, если они были построены за собственный счет, а не за счет выделения денежных из бюджета, то, соответственно, они не могли быть введены в эксплуатацию. То есть, на них также будет распространяться право собственности. Потому что на момент постройки данного объекта не действовала регистрация прав собственности. Соответственно, на основании этого они не могли получить разрешающую документацию ввода в эксплуатацию. Поэтому они могут его обжаловать в порядке либо 222-й статьи, либо, опять же, обратиться, как ранее сказал, то, что обратиться в Росреестр и получить отказ. Ну что ж, как уже стало понятно, действительно, тут тема специфическая, много аспектов. Ну, вы проводите, я знаю, бесплатные юридические консультации. Давайте расскажем, где, по каким адресам, чтобы люди могли обратиться и уже более подробно свою ситуацию рассказать и получить разъяснение. Еженедельно по среду мы проводим бесплатные юридические консультации для ветерана Великой Отечественной войны по адресу улица Ленина, дом 43. Телефон для предварительной записи 54-07-58. А также еженедельно по четвергам в районах общественных ветеранских организаций. Первый четверг месяца в Ленинском районе по адресу улица Ленина, дом 48. Телефон для предварительной записи 53-50-17. Второй четверг Гагаринский район, Пор-8. Телефон для предварительной записи 42-40-20. Нахимовский район, улица Роза-Люксембург, дом 50. Телефон для предварительной записи 48-87-86. И последний четверг месяца, это Балаклавский район, улица Новикова, дом 14. Телефон для записи 63-03-16. Ну что ж, я думаю, у кого есть такие проблемы, обязательно обратятся. И все разрешится благополучно. Евгений Юрьевич, спасибо, что пришли к нам в студию и за профессиональный комментарий. Спасибо. Напомню, у нас в гостях был генеральный директор Московского правового центра Евгений Сой. На эфир информационного канала Севастополя продолжается. Впереди еще много интересного. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин